Переломным моментом в войне, развязанной Кремлем против Украины, стало бегство российской армии из Херсона. Впереди Россия ждет поражение, такое мнение высказал Игорь Киркин. Он считает, что это приведет к поражению российской армии, так как РФ находится перед лицом противника, который превосходит его и технически, и численно. Отметим, что Стрелков вернулся в Москву уже спустя пару месяцев после того, как отправился в Украину якобы воевать. Он сразу же обрушился с острой критикой на военно-политическое руководство РФ за то, что оно, по его мнению, недостаточно прилагает сил для захвата Украины. Так, Стрелков сообщил, что в рядах оккупационной армии РФ царит уныние, солдаты не понимают вообще, за что воюют. Согласно перехваченному разговору с линией фронта, россияне собираются обсудить массовое дезертирство военных сил, поскольку кремлевский лидер изо всех сил пытается сохранить контроль над своими собственными войсками. Недавний телефонный звонок, которым поделился СНН, сигнализировал о нарастающем движении российских войск к бегству от вооруженных сил и войны в Украине. Владимир Путин признал, что у российских войск есть проблемы с техникой. Плохо экипированные российские солдаты уже страдают от низкого морального духа, сталкиваются с изнурительной и морозной зимой в Украине, когда температура опускается ниже нуля. Путин пообещал продолжать наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, несмотря на критику, что эта тактика оставила миллионы людей без электричества и воды в начале зимы. Военные эксперты предполагают, что российская тактика нанесения ударов по инфраструктуре Украины, скорее всего, рассчитана на деморализацию и запугивание населения. Украина видит снег и минусовые температуры во многих регионах, что вызывает опасения, что забастовки могут привести к неудобствам людей от перехлаждения. Российский лидер также предупредил, что война в Украине может быть долгим процессом. Путинское вторжение в Украину оставило после себя разрушительный след. Российский президент направил несколько ядерных угроз в адрес Запада, поскольку напряженность во всем мире растет. Эксперт по внешней политике считает, что Россия знает, что идет к сокрушительному поражению в войне с Украиной. Но он предупредил, что даже когда Путин действительно уйдет с поста президента, его наследие может продолжаться, и мир столкнется с перспективой агрессивной России на многие годы вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok